И всем привет, ребят, с вами Старванька, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. На своих экранах вы видите то самое замечательное долгожданное устройство, я нахожусь на специальном своем аккаунте. Купил себе ультраконтейнеров, дабы выбить новое устройство на фреза и затестировать его, и спустя 400 кантов, выбив два красных свечения, мне все-таки удалось выбить долгожданный данный фриз с Эмми. Появился он только вчера, соответственно для меня это что-то новое, я примерно понимаю как он работает, примерно понимаю как можно его реализовывать, и сегодня мы вместе с вами постараемся все это дело протестировать, посмотреть, ну и сделать своего рода такой вот обзорчик по корпусам. Наверное давайте я лучше возьму викинга, возьмем викафреза, ну и по дрону. Ну по дрону мы можем в принципе на ловкачей остаться, не брать никакой бустер и сыграть, ну может одну каточку, может две каточки мы вместе с вами сейчас скатаем и уже полноценно рассмотрим данного фреза. Я знаю что относительно маленькое количество игроков имеет его и вообще в принципе выбивало его с ультраконтейнеров, но мне лично такая пушка как фриз и его новые устройства всегда были интересны, да, если там например сравнивать какие-то другие там пушки Теслы, Твинсы или еще что-то, то я не всегда акцентирую внимание на них и не всегда мне они становятся интересны, а вот фриз это явно та пушка на которую мы постоянно делаем акценты, поэтому я решил сразу же быстро ее рассмотреть. Очень сильно надеюсь на то, что она меня не подведет. Первый выстрел, а, у меня не переоделось устройство с подавлением, нифига себе, подавление конечно жесткое, подавление конечно жесткое, но это не тот фриз. Подавление это я и не спорю, что оно сильное и очень даже сильное. А вот что будет показывать фриз с Эмми, который называется магнитная смесь, вот это уже вопрос совсем-совсем другой. Будет ли он так же эффективен, как подавление? Потому что для меня сейчас, например, подавление это тот фриз, который является лучшим, лучшим, прям реально лучшим. И видите по заморозке сразу, да, она намного меньше, чем у фриза с подавлением. Мне вот, например, это сразу бросается в глаза, хоть и кажется, что заморозка, что у фриза с подавлением, что у фриза с Эмми должна быть одинаковой. Но здесь уже есть конкретная разница. Так, ну а что касаемо работы критов, то криты работают, вернее, сбития расходки, а именно эффект Эмми работает именно в той ситуации, когда улетает, вылетает крит у вас, соответственно, срабатывает эффект Эмми. Ну, вот этого молодого человека, например, иммунитет, да, и у этого иммунитет. Иммунитетов от Эмми, конечно, в последнее время у нас в матчмейкинге стало очень и очень много. И понятное дело, что это не есть хорошо, да, и это еще один факт того, что условное подавление, от которого иммунитетов у нас в матчмейкинге встретить, ну, крайне-крайне мало можно, да, намного интереснее смотрится. Ну и вообще, в принципе, если сравнивать подавление, которое работает на постоянной основе, и Эмми, который работает только от критов, то разница очень-очень существенная. Так, ну пока что у нас есть 7 киллов, из них 2 килла вроде как я первых сделал даже на подавление, это были очень простые киллы. Сразу заметно, что количество критов не такое частое, да, понятное дело, что если он вылетает, то расходка у противника сразу слетает, но для того, чтобы эта расходка слетела, нужно накинуть очень неплохое количество урончика, да, то есть там бывает порядка даже 10 тиков надо выдать, чтобы залетел у нас вот этот вот критический выстрел, что является, конечно, очень большим количеством, и, ну, довольно много времени. Видите, сколько я дую, 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 и ни одного крита, ни одного, я фулл баллон слил, фулл баллон слил, и у меня не вылетел ни один крит. Блин, ну это печально. Это, конечно, печально, когда ты фулл баллон даешь, и ни одного крита нет. Ну ладно, хорошо, у меня есть овердрайв. Попробуем, давайте сейчас где-то овер прожать. Попробуем за счет овердрайва уничтожить здесь противников. Ну вот, например, тут давайте прожмем. Ни одного крита, ни одного крита, ни одного крита. Первый крит есть. Один крит. Два крита. Два крита за фулл овердрайв. Два крита за фулл овердрайв. Но маловато, маловато, 100% маловато иммунитет у этого молодого человека. Хорошо, 14 киллов у нас на фризе за 4 минуты. Ну, в принципе, то, что сам фриз набивает очень хорошее количество киллов, к этому вопросов вообще нет. Да, мы рассматриваем пушку с устройством, да, сразу с устройством. То есть, просто как пушка, которая нагибает, да, она понятна, безусловно, она будет тащить, да, вообще без проблем никаких. У нее все в полном порядке. А вот устройство и непосредственно сравнение этого устройства с фризом подавления, то здесь я бы сказал бы, что подавление смотрится интереснее, интереснее. Мы бы могли, например, сыграть еще одну катку на подавлении, но, в принципе, у нас на канале и так есть видосы, да и даже тут я с самого начала, да, запикался очень жестко. Первые два танка улетели прям очень жестко. И еще раз подчеркну, заморозка на подавлении больше, чем на других устройствах с фризом. Ну, за исключением только шоковой заморозки, да. И я не знаю, почему это так работает, честно, но, когда ты играешь на подавлении, это сильно ощутимо. Так, что у нас по бою? 16 на 11 мы ведем. Есть ли шанс у нас на досрочку? Ну, наверное, есть. Для этого нам нужен сделать полный контроль точек и гонять просто с одной на другую. Две у нас... А, уже не две, уже одна под контролем. Сейчас попробуем забрать еще одну. Мне овердрайв раздают. Хорошо. Можно попробовать сейчас с центра еще с крита кого-то отключить. Он даже двух сразу отключил. Да, когда, конечно, у вас есть какой-нибудь диктатор, который раздает вам криты за счет своего овердрайва, то это очень круто. Так, есть овердрайв. Было бы неплохо сейчас где-то его прожать. Ну и насчет выбора дрона я уже очень многое где говорил. Но сейчас, как по мне, ловкач смотрится даже намного интересней, чем бустер. Чем бустер. Чем бустер. Вот, например, даже на фрезе я бы сейчас даже отдавал предпочтение ловкачу и не использовал бустеры. Как я, в принципе, одел и в этой катке. Так, нужно только сейчас где-то овердрайв прожать. А где его прожать, я не знаю, честно говоря. Ну, давайте тут, например, попробую. Попробую нажать. Попробую уничтожить. Еще хорошо. Троих слили. Четвертого заберу. Ну, критов крайне мало, если честно. Видите, сколько я замораживаю. Вот под самый-самый конец вылетает один критический урон, когда у противника уже 0 хп. То есть, по сути, мне этот крит даже, ну, никак и не помогает. Тем самым, что он выпадает в самый конец. Ну, такое-се, если честно. Такое-се. Не совсем круто. Когда есть крит под конец, а где-то его вообще нету в самый нужный момент. Странно немножко, странно. Почему так мало критов? Мне кажется, что у дефолтного фреза критов, ну, наверное, в 2, может, даже в 3 раза больше. Я не читал обнову с критами. Может быть, там как раз-таки с этим устройством критов и должно быть меньше на фрезе. Если бы я почитал, я бы мог бы дать ответ по этому поводу. Но, ладно. Будем считать, что так и должно быть. Что фрез и так жесткий с таким статус-эффектом. И то, что небольшое количество критов как-то балансирует его. И, соответственно, можно нормально играть и не совсем сильно страдать против него, да. Но если мы рассматриваем пушку с точки зрения непосредственно нагиба, то, я повторюсь, подавление фрез смотрится поинтереснее. Так, 6.50 у нас до конца. Пробуем выигрывать каточку. Было бы даже, может, неплохо, если бы мы здесь досрочку оформили. Если досрочка залетит, то будет бомба. Так, давайте пробуем задувать вот этих двух. Я думал, что фрез целится. На самом деле он просто стоит АФК. Окей, хорошо. Раскручиваемся. Еще вот этого. А, у него иммунитет, понял. Ну, конечно, когда ты против иммунитета, да, это, конечно, максимально печально. Здесь у нас получается 2 эми. 2 эми, 2 пробития, 1 подавление и 1 вообще без устройств, да. 2 эми, если ты попадаешь на них, ну, грустно. Грустно становится. Я бы даже сказал, очень грустно. Так, мамонт прожимает овердрайв, пытаемся откатиться. Дабы не получить очень большое количество урона. Так, овердрайв пропадает. А вот теперь уже пробуем сливать его. Хорошо, хорошо. Есть. Есть еще раз расходка уехала. Ну, и теперь надо забирать точку. Пробуем забирать. Надеюсь, что получится у нас сейчас все это дело сделать. 38, 21. Ну, и пробуем, наверное, вот здесь прожать овердрайв. Хорошо, 2 кила есть. И пробуем еще забрать вот этого вот. Отлично. 3 кила есть. Супер. Бомба. Классно. Давайте только попробуем на этом не заканчивать, а пробовать еще сливать. Две точки у нас под контролем. Нам было бы вообще неплохо 3 законтролить и сразу сделать досрочку в этом бою. Тогда было бы бомбово. Этого забрали. Хорошо, еще одного забрали. Противник пытается забрать левую точку. У него, кстати, иммунитет от Эми есть. Но мы можем его забрать. Забираем. Забираем. Хорошо. Централочка контролится. Ну, если сейчас сделаем досрочку, то, в принципе, это будет хороший результат. Но у нас правая точка уезжает. Правая точка уезжает. У этого молодого нету иммунитета от Эми. Пробуем его сразу слить. Но Эми не вылетает. Я практически фулл баллон дал по одному противнику. И у меня не вылетел Эми выстрел. Грустно? Не то слово. Так, но мы его уничтожили. Хорошо. Точку забираем. Точку забираем. Так, есть еще один овердрайв у диктатора. Двигаемся. Ну, и это должна быть уже полноценная досрочка. Полноценная досрочка. Давай. Так. Этого уничтожили. И еще вот этих вот двоих. Отлично. Победа есть. Я думаю, что еще одной катки мы катать не будем. В принципе, для полноценного обзора и ситуации с этим устройством все мне понятно. Я могу сказать, что это неплохое устройство. Но если сравнивать имбовость вот этих вот всех устройств. Да. И выбирать из донатных. Из тех устройств, которые падают из контейнеров. То я все-таки отдам свое предпочтение подавляющей смеси. И я считаю, что оно все-таки жестче, чем фриз с магнитной смесью. А именно с эффектом Эмми. За счет того, что критов с Эмми у вас будет значительно меньше. А подавление работает на всей дистанции. И на всей дистанции у противника отключается дрон. Плюс вы контролите оппонента и можете нагибать его. Который не сможет, например, даже прожать овердрайв. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу устройств. Пишите, что бы вы хотели видеть в следующем на обзоре. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами вы, Мастер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует...